Друзья, здравствуйте. Ну что, Алексей Арестович заявил, что пойдет в президента Украины и даже готов пожать руку Путина и при этом улыбаться. Что у него за план? Как Арестович планирует окончить эту войну? Об этом и, конечно, о более глобальных вещах поговорим сегодня с экс-офицером полиции Израиля, военным экспертом Сергеем Мигдальевым. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Говоря, начиная с мирных предложений Путина, вокруг которых это крутится, которые справедливо все объективные комментаторы называют, конечно, не мирными предложениями, а практически ультиматумом, требованием капитуляции на условиях Путина. И вряд ли это может вообще служить каким-то основанием для переговоров совершенно справедливо и Украина, и ее западные союзники эти, так называемые, предложения отвергли. Но я, с другой стороны, не хотел бы к этим предложениям серьезно относиться. Не забывайте, не надо к Путину относиться легкомысленно. У него там, он может быть не великий греческий философ, и не Митерных, и не Телли Иран, но он человек, который хорошо как бы умеет иногда скрывать свои планы, заговаривать людям зубы, создавать фальшивую картинку реальности, на что во многом основывается на его прошлом, как офицера, оперативника КГБ. На самом деле, я считаю, что он по-прежнему имеет своей целью то, что еще про что несколько лет назад, по-моему, Яков Кедми открыто говорил у Соловьева, это что Украины не будет. Для него само существование независимой Украины – это нестерпимая вещь. Он просто много лет готов был проявлять действительно важный момент стратегическое терпение и ждать много лет, как и в случае с Белоруссией, кстати, которую он тоже не считает необходимой независимой страной, но он в случае как с Украиной, так и Белоруссией готов был проявлять стратегическое терпение, много лет ждать, проводить какую-то неторопливую, кропотливую работу по кооптации элит, в ожидании того, что рано или поздно обе эти страны, ну мы говорим про Украину, потому что это главный приз для него, конечно, упадет как созревший уже фрукт ему в руки. И как бы для него в этом смысле режим Януковича был очень удобным тогда фундаментом для такого подхода. Ну, естественно, мы видели, что обострение-то началось именно когда попытка Януковича уйти от соглашения с Евросоюзом привела к Майдану, к социальному взрыву, политической конфронтации, которую Янукович проиграл. И тут, конечно, выразилась одна из реальных ошибок Путина, который поставил, мог бы поставить на другого человека, ведь были у пророссийской, скажем, части электората или элита украинской, наверное, кандидаты и более серьезные, чем мелкий уголовник из, откуда он там, и на Киеве, не помню, из одного из городов, плюс Донецка. Но это как бы одна из проблем Путина, о которых мы еще можем поговорить, что он любит работать с людьми, которые либо его соратники по КГБ, либо на которых есть у него компромат. С Януковичем все понятно, он, очевидно, был секретным сотрудником КГБ, еще находясь, отбывая наказание в исправительно-трудовой колонии. Как вы помните, там он вдруг пошел вверх, стал сотрудничать с администрацией, закончил институт заочно. И, возвращаясь в Украину, неожиданно становится довольно быстро большим начальником, даже ездит за границу в составе делегации на какие-то ралли грузовиков. Любой человек, который жил в Советском Союзе тогда, я успел пожить, понимает, что только одна организация может спонсировать такого рода чудесные перемены в жизни недавнего уголовника и сидельца. И вот я хорошо помню, как все смеялись тогда в Украине Даниковичем, писали про его юморески в связи с его косноязычными заявлениями, забавным поведением. А на Путина это не производило впечатления, для него оказался идеальным управляемым кандидатом, несмотря на все его недостатки, которые ярко проявились тогда, зимой 2013-2014 года. Поэтому Путин, когда делал свои заявления, прекрасно знал, что они неприемлемы и знал, что их никто не примет. То есть у них две цели. Во-первых, создать все-таки какое-то впечатление, хотя бы участие публики, что он все-таки делает эти мирные предложения, попытаться нарисовать Украину и Запад как тех, которые как раз отказываются и хотят продолжения конфликта, а вот не стремления к миру. Это достаточно прозрачно, и кроме людей, которые и так выступают против Украины, из-за России, из-за Путина, скажем, на Западе, это вряд ли на кого-то производит впечатление, что мы видим по заявлениям многих политиков в последние дни. Ну а второе дело, это еще раз, это как бы дымовая завеса, которую он прикрывает еще раз свои реальные планы. А реальные эти планы еще раз дотянуть в ближайшие несколько месяцев или пару лет. Это как получится до какой-то стратегической перемены на Западе, которому устанет от Украины, в том числе и из-за смены каких-то политических фигур во главе основных западных государств. И тогда Украина останется без западной помощи, и он тогда мощным рывком, все это время готовя усиливание армии и военную промышленность, сможет окончательно выполнить свои цели. А цель еще раз это практически подчинение всей Украины себе, даже если это не ее полностью аннексия. Потому что я уверен, что вот то, что он сделал, вот начиная с осени 22-го года, именно аннексия формальная четырех областей Украины, дополнение к Крыму, это совсем не была его цель. Ему была цель получить Украину, в общем, как полноценную часть вот нового союзного государства России, Украины и Белоруссии. Может быть, с дальним прицелом уже объединения в какую-то единую Россию. И он будет продолжать к этому стремиться. А теперь, конечно, про ваш постов к Арестовичу. Я сразу как бы делаю full disclosure. У меня романтических отношений с Арестовичем нет, не было, не знаком с ним. И интервью у него не брал даже. Было интересно тем не менее послушать интервью Ксении Собчак с ним. Ксения вообще молодец, там ее много за что можно критиковать, но она благодаря некоторым качествам своего характера не боится вот того, что по-английски называется controversies. Да, и, безусловно, у этого интервью есть своя ценность. Мне всегда казалось, я как бы хочу понять, поскольку я не политолог вообще, и не политолог по Украине в частности, меня всегда как бы удивляла фигура Арестовича. Потому что Арестович, который попал вот в такое перекрестие прожекторов, и так все его узнали хорошо, и стал популярным гостем у всех там от Латынина и до Фейгина, он ведь не был никаким тяжеловесом в украинской политике, как я понимаю. И вообще продвигался много-много в мире каких-то психоизолярических семинаров, занимался чуть ли не актерской работой, занимался философией. Кроме этого, как мы знаем, он еще и офицер военной разведки, Главного управления разведки военно-важенных сил Украины. И он из всего вот этого, что я сказал, явно следует, что его главные заслуги именно в области общественных отношений, public relations, в области медиа, он очень умеет хорошо говорить, он, как любой вот успешный ведущий подобных вебинаров и семинаров, умеет людей очаровывать, убеждать, заинтересовывать своей точкой зрения. Да, какое это отношение имеет к реальной политике и к реальным тенденциям в украинском государстве или в его переговорной политике, мне не совсем понятно, тем более, что теперь Аристович, как я понимаю, вообще не играет никакой роли в властных структурах Украины уже давно, а сейчас он практически поставился на позицию, как это назвать, политмигранта, например, такого, который критикует это со стороны. Это его право, естественно. Его позиция, она как бы может быть привлекательна для многих людей, в том числе и на Западе, и в Украине. Почему? Потому что действительно то, что происходит последние два с половиной года, это ужасно, да, столько людей гибнет, в первую очередь в Украине, такие огромные разрушения, напряжение всего общества, естественно, гибнут люди, между прочим, и в России тоже, и не только военные, которые совершают агрессию на Украине, но иногда попадают под раздачу, как мы знаем, и мирные жители от прилетов с украинской стороны, что тоже никому не нужно. То есть, если говорить какие-то общие гуманитарные слова, безусловно, хорошо бы было, если бы война прекратилась, наступил, если даже и хрупкий, то мир, какие-то переговоры, даже очень если сложные и длинные, которые бы позволили мирным людям все-таки с обоих сторон не быть под бомбами, и в первую очередь гражданам Украины, которые принимают на себя 95% страданий и бомбежек во всем том, что происходит. Все это понятно, но, к сожалению, это хорошее гуманное желание не сочетается с реальностью. И тут, конечно, не я первый, который приводит уроки Второй мировой войны, которая была в историческом плане совершенно недавно, и все мы понимаем, что, скорее всего, при попытке заключения такого рода соглашений, такой практически полукапитуляции, как минимум, перед Путиным, а это то, что это означает, чтобы не было никаких недопониманий, нет абсолютно никаких гарантий, что при первом удобном случае Россия и Путин эту агрессию возобновят в тот момент, когда им будет удобно с точки зрения геостратегической, военной, политической. И во многом то, что они, кстати, требуют, ну, тут просто напоминает требование 1938 года, когда требовали от Чехословакии разрушить все свои военные укрепления на западе страны, ограничить свою армию и отвезти ее, естественно, из заселенных немцами областей Судета, Судетенланды. Да, это было понятно даже и тогда, на самом деле, тем людям, которые вели переговоры о Чемберлене, о Доладе и их представителе, что это практически делает Чехословакию безоружной, беззащитной перед наращивающим стремительно мускулы и военную мощь германским рейхом. Да, и на западе в Англии и Франции пошли на это, просто надеясь, что они далеко за Ла-Маншем и линией Мажино, и они это дело спокойно пересидят, и вообще как бы не проблемы. Это их избиратели Англии и Франции, а в Чехословакии это понимали хорошо, их просто, ну, не знаю, как это сказать по-русски, забулили, да, заставили подписать наваливших всех миром, и очень быстро мы все увидели результат. Нету никаких оснований предполагать, что в данном случае результат был бы иной, поэтому, возвращаясь к Христоевичу, мне кажется, что он это делает, именно пытаясь построить себе какую-то политическую платформу, поскольку он, наверное, думает. Я еще раз, я не считаю его там агентом ФСБ, как некоторые пишут, или там совершенно нету для этого никаких оснований. Он, очевидно, решил уже твердо о какой-то политической карьере для себя, и он, наверное, считает, что есть вот какая-то часть украинца, украинского электората, которая выступает за это, да, на общем каком-то уровне, и которую можно этим привлечь, правильно как бы это подав и описав, особенно соблазняя их тем, что будет таки все-таки мир, перестанут стрелять и бросать бомбы, да, даже при том, что отдать придется часть украинской территории, и он считает, не знаю, что можно 10, 15, 20 процентов электората в Востоке Украины, например, себе привлечь и стать серьезным политическим украком в Украине. То есть с точки зрения политической это легитимно, с точки зрения практической, да, это план, у которого он, который, и мне, по моему мнению, просто приведет к гибели Украины как независимого государства. Друзья, очень интересно узнать, что вы думаете на таком плане Арестовича, как вы отнеслись к его заявлениям о том, о президентских амбициях, да, о его возвращении в Украину. В целом, если видели интервью Ксении Собчак, то напишите об этом в комментариях, будет очень интересно почитать. Ну и лайки, пожалуйста, поставьте. Хочется, чтобы большее количество людей увидело нашу сегодняшнюю беседу, потому что тема, на самом деле, действительно очень важна и глобальна. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп» я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Вот Путин утверждает, что если Россия проиграет эту войну в стратегическом плане, то это будет означать конец нынешнего российского государства. С одной стороны, об этом мечтают многие, и некоторые мои собеседники тоже так утверждают, но с другой стороны, ну, Россия проигрывала уже на поле боя и не раз, и проигрывала и Крымскую войну, и русско-японскую, и, в общем-то, и Афганистан был, да, в конце уже существования Советского Союза. Но говорить о том, что постратегическое поражение, да, и невозможность реализации вот тех планов, которые сейчас очертил Путин, приведут к развалу государства, есть ли для этого какие-то поводы? Потому что многие мои собеседники настроены оптимистично. Ну, как бы никому не запрещено мечтать, и я понимаю, что есть люди, не только в Украине, кстати, которые мечтают о развале России в конце как государства, да, и не так давно был в Финляндии, и там, ну, и на фоне растущей конфронтации с Россией, вступления в Финляндии в НАТО, да, в которой еще несколько лет назад всего не более 30% населения по опросам было за вступление, и после вот начала большой войны это быстро перевинилось на 70%. Ну, что понятно, да, и теперь Фриландия активно перевооружается. Вот сейчас огромные контракты заключились с израильской оборонной промышленностью на поставку различных систем, как систем противоракетной обороны, так и высокоточных ракет «Земля-Земля». Но кроме этого я заметил просто, что там, говорят с людьми, что там появились, вот, очень заактивизировались землячества из Карелии, восточной Финляндии. Люди снова говорят о том, о Вейпуре, то есть финском Вимбурге и других вот цветущих городах. Это был, кстати, второй по величине город Финляндии. Это была самая успешная, вот современная Петра, как там, это Сестрстрорецк, Петрозаводск, это все были финские города с другими названиями, которые были центрами древесной и целлюлезно-бумажной промышленности в Финляндии, все это украл. И это, и люди уже реально мечтают, есть такие, ну, это дети и внуки тех, переселенцев, вынужденных, которые, профинское правительство пересел после вынужденного этого мирного договора с Сталинским Советским Союзом, мечтают о возвращении там, потому что это было бы один из, естественно, результатов какого-то развала. На самом деле я с вами согласен, конечно, да, еще раз, поражение, даже стратегическое поражение России в конфликте, да, в данном случае идет, на самом деле, локальная война, не идет о глобальной. Вы вот перечислили несколько конфликтов, были еще и до этого поражения России, если вспомнить, там, не знаю, 17-й, 16-й век, тоже были всякие, да, и Россия, и означает это не потерю государственную, в самом случае, государственность все-таки российская, ну, с петровских времен, достаточно стабильная, да, о чем идет речь, речь идет о кризисе политической системы, в случае такого поражения, возможной смене или гибели существующего там режима. Не думаю, что Россия, как некоторые мечтатели думают, распадется еще там на 30 разных частей, какие-нибудь сибирские там республики или Вологодские. Это, по-моему, сценарий для максимум пост, какого-то постапокалиптического будущего после термоядерной войны. Тогда да. Да, сейчас вот все смотрят американский сериал на эту тему, гражданская война. Если термоядерной войны якобы аккалипсиса не будет, я такого совершенно не вижу для этого причин, чего на самом деле боится Путин, может, он по-фрейдийски это говорит, речь идет не о потере государственности и не о конце России как государства, а о конце его режима. И потери его класса. Если, возможно, просто мыслят категориями государства, это я. Совершенно верно, но сказать такого нельзя. Это только люди не очень умные, типа там Володина, говорят такое вслух, но там, глядя на лицо, печати интеллекта, в общем, особенно и не наблюдается. И поставили его на этот пост не за его, естественно, блестящие аналитические способности, обратные связи между тем, что он говорит и тем, что получают люди на выходе. А вот Путин, тем не менее, это как бы с его точки зрения обставляет правильными словами. И часть этого, это сделать, на самом деле, еще раз, речь идет о том, что его беспокоит, это он понимает, что проигрыш серьезный в этой войне, которую он затеял, действительно, скорее всего, будет означать, что его сметут. Не важно, кто, да? Ястребы или какие-то либералы на фоне какого-то тяжелейшего экономического кризиса, экономического развала, который может последовать за таким поражением, или, как я сначала сказал, ястребы, которые будут недовольны тем, что их великие планы по воссоединению Российской империи совершенно не удались, а стало только хуже. Рано или поздно вот эти самые, знаете, цыплят по осени считают, и кто-то цыплят считает этих цыплят, и если цыплята все померли, вот, вместо того, чтобы поехать на бобровольную фабрику, кто-то должен за это нести и отвечать, ответственность, ответственность несет начальство, все-таки, как обычно. И он, тем не менее, вот одевает это свое беспокойство вот в такие термины конца российской государственности, в первую очередь, чтобы напугать Запад. Это вот главная цель этих заявлений. То есть это как бы основывается на его реальных опасениях того, что неудача в войне приведет к его падению с престола, а для внешней аудитории она представляет именно как то, что это конец российской государственности, которая, ну, как то, что она, если говоря, а, надо говорить, и б, неизбежно за собой тянет, вынуждает, как бы, российское руководство говорить о применении вот и стратегического ядерного оружия, чтобы это вот конец российской государственности пресловутый пресечь. И так ему нужно вот это оформить, чтобы реально на Западе подумали, ой, он действительно думает, что российская государственность идет к концу, да, Россия развалится, погибнет, и тогда, конечно, что ему будет терять, поскольку он думает, что государство это я действительно достанет ядерную дубину и начнет ей махать во все стороны. Так я это понимаю. Ну, когда мы говорим о одном из сценариев, о том, что Путина сметут, это, в принципе, перекликается с тезисами Главного управления разведки Украины. Генерал Буданов не раз заявлял, что главная опасность для Путина сейчас исходит вовсе не от западных спецслужб и не от украинской, например, разведки или службы безопасности, а от тех, кто сейчас находится подли него, от тех, кому сегодня он еще не боится сжать руку. Вот, например, Леонид Невзлин недавно рассказал со ссылкой на Федеральную службу охраны, свои источники, он рассказал о том, почему так рано и неожиданно начался тогда бунт Пригожина, этот марш на Москву. Все говорит, из-за того, что Пригожин прослушивал, действительно, прям прослушивал помещение в администрации президента, пытался собрать таким образом компромат на Шойгу, компромат на Герасиму в том числе, но в какой-то момент эту прослушку обнаружили, значит, Пригожину отправили в качестве черной метки голову отрубленную свиньи, и вот Пригожин понял, что надо уже что-то делать, иначе его просто убьют, и вот абсолютно еще не подготовлено, еще не вовремя начал вот этот марш на Москву. Тогда не получилось, и чем закончил Пригожин, все помнят. А в целом, при действующем нынешнем путинском режиме, вот военный бунт, военный мятеж, военный переворот, который сметет Путина, насколько он реален, как вы считаете? Я считаю, что такой переворот очень малореален, мы, конечно, там всего не знаем, но, насколько мы видим, армия полностью подчиняется Путину, он сейчас поставил еще и очень своего идеологического сторонника во главе Министерства обороны, Белоусова, который проявляется как такой реальный фанатик, на его фоне Шойгу был просто таким хорошим мужиком из провинции, движенцем, как вы помните, по партийной линии, через местные ЦК, рубаха парень, любит выпить, там, покутить, погулять с ребятами, человек, кстати, как про него рассказывают, совершенно не злой и не свирепый по натуре, да, который много лет занимался удачно очень самопиаром и обслуживанием сначала президента Ельцина, потом Путина, и поэтому он так долго и придержался, естественно, вот, а на его место поставили такого, ну, демиурга прямо вот такого, несмотря на то, что он там в пиджаке и в галстуке и в армии никогда не служил, но, судя по некоторым его появлениям на публику и также потому, что рассказывают люди, которые лично его знали еще в 80-х годах, говорится, это тяжелый случай, но, еще раз, это еще и верный путинец, как я понимаю, Путин, он свергать не будет, как и генерал, а вот Пригожин был особый случай. Проблема там была в том, что из-за конкретных необходимостей армии, из-за низкой эффективности вооруженных сил России Пригожину в 22-м году давали все больше и больше полномочий, ресурсов, да, помним, происходили невиданные вещи, все его красивые прилеты на вертолете МИ-8 прямо на зоны, где он так, типа как Трамп на саммите отодвигал рукой офигевшего начальника местной зоны, да, и своей там властью, с чемоданом, с целым дипломатом помилований забирал половину зэков и летел с ними на войну, и ему действительно давали в 22-м году тогда очень много ресурсов, да, особенно при наступлении на Бахмут, и это, конечно, началось не на войне с Украиной, а началось еще во время его как бы работы в Африке, в Сирии, и тогда уже как бы его организация перекрывала вот всякие проблемы, слабости и неэффективности именно нормальных рабочих систем Министерства обороны, да, регулярных войск российской армии, и они вырастили в этом смысле немножко монстра. Путин считал, что он может это позволить себе в рамках вот всей этой концепции гибридной войны и в рамках того, что считал Пригожина еще раз своим верным человеком, естественно, будучи знаком с ним, как мы понимаем, еще с начала 90-х годов, и имея с ним, то есть не то, что они были близкие люди, но какие-то доверительные отношения там были, и многие поручения вот Пригожин в течение многих лет очень четко исполнял, да, от идеального обслуживания иностранных гостей, типа там Буша, Блэра и Ширака, и до захвата каких-нибудь месторождений в Африке или в Сирии в рамках Министерства обороны. И вот это вот, и тут немножко кочейно Путин и его люди проявили как бы такую неосмотрительность, недальновидность, слишком много ему силы дали, и мы видели вот то, что происходило год назад, что реально этот корпус Вагнера был более способной силой, чем почти вся российская армия. И кроме того, кроме того, что у него были танки и самолеты, и ракетные системы залпового огня, ПВО, большое количество уже натренированных и поимевших большой опыт солдат, бойцов. И когда говорят, кстати, о потерях огромных Вагнера, не забывайте же, 19% этих потерь это зэки, которых он гнал на мясные штурмы, а все его лучшие солдаты всегда работали более точечно, более профессионально, их он старался как раз беречь, да, и у них были потери меньше гораздо, также его личная спецбригада спецназа, которую Уткин командовал, вот, и его замы, и не заметили, что он такой стал, что может практически победить всю русскую армию. И вот этот конфликт, он шел, да, в том числе, как понялись, за ревности Шойгу и Герасимова, там очень много личных причин, да, я, правильно говорит, я, так сказать, у меня нет таких источников, как у Леонид Борисовича Невзлина, внутри там ФСО или Кремля, но кое-что все-таки я знаю, вот это сыграло очень большую роль личное все, Пригожин действительно не собирался свергать Путина, но он почувствовал вот такую большую силу, что он может повлиять на то, что происходит в Москве, в Кремле, то есть почувствовал себя самостоятельным политическим ираком в рамках той системы, которая создалась при Путине, а насчет вот того, почему именно тогда начался ровно год назад этот мятеж, все правильно, я не знаю насчет головы свиньи, то, что я знаю точно, что он за два или три дня до начала мятежа был в Петербурге, без всякой головы свиньи, наверное, случилось, и не знаю там, что он знал по прослушкам, но может это действительно связано с тем, что эту прослушку обнаружили, ну и все это на фоне все более и более жестких его публичных заявлений, и тех людей, которые находятся в Кремле. Да что уж там, даже против Путина, мы же помним. Даже против Путина, он бы не называл его там негодяем, коррупционером, а дедушка такой добрый, немножко синильный, да, который сидит в Кремле и счастлив. Вот, то есть по-мягкому он его, как я понимаю, три дня, за три дня до мятежа была попытка ареста его, это на фоне всего того, что произошло и про то, что я в нем говорил. Попытка ареста решилась, он был в Петербурге по делам, вместе с Уткиным. И это происходило в одной из гостиниц, которая его принадлежит, и там спецназ ФСБ пытался его арестовать, да, он был на своих джипах, но с ним еще было два, как я понимаю, больших этих Мерседес-спринтера, без окон. Как только вышел спецназ, предъявили ему, когда Уткин достал гранату, вынул чеку, а из этих двух спринтеров, из джипов и вылезло пару десятков спецназовцев Уткина, да, с гранатометами, автоматами, пулеметами. И, в общем, вот такой был Мексикан Стендов прямо на одной из улиц города на Неве, в самом центре, надо сказать, но не на большой улице, там такая боковая улица рядом с одного гостиницы, не помню, где-то там, мойка, фонтанка, к стыду своему, давно не был. Вот, и постояв так несколько минут, в 15-м ФСБ отошел, потому что было понятно, что там полягут все. И Уткина ведь есть репутация, как человека немножко не в себе, после всех тех войн, в которых участвовал, и в реальной жизни, когда человек вынимает из гранаты оборонительные в один чеку, это производит отрезляющее впечатление. В общем, те получили от начальства добро отойти, Путин сразу рванул, извините, Пригожину рванул, как я понимаю, в аэропорт, и улетел обратно вот туда, как это называется, Мулин, ну, рядом вот с Ростовом-на-Дону, правильно, свой этот, где его штаб-квартира была, и, очевидно, быстро на ходу, то есть этот мятеж, он был в этом смысле действительно во многом спонтанным, и решения там, очевидно, принимались на ходу. Все в шоке были от этого, естественно, и все то, что я говорю, в общем, служит фундаментом того, для того, чтобы думать, что вряд ли такое может повториться, потому что теперь, после разгрома Вагнера, после того, что убили Пригожина и Уткина, нету больше на данный момент в России такой силы, которая может вот такое совершить. Я не думаю, что в армии есть кто-то или что-то, что может такое совершить. Поэтому на самом деле единственный источник для возможного переворота в теории это спецслужбы. То же самое ФСБ, например, которое действительно имеет контроль над большой частью силовых структур, в которых везде есть свои агенты, которые... И еще раз, я говорю это про теории, есть, естественно, федеральная служба охраны, теория, практика подсказывает, что, скорее всего, это очень маловероятно. Почему? Потому что, беря пример с таких людей, ну, там далеко ходить не надо до товарища этого из Кореи, очередного Кима, который брал пример сейчас у своего дедушки сталинского сокола Ким Ирсена, был и Саддам Хусейн, вот, большой друг Советского Союза, из которого, кстати, был один из первых рэперных точек ссоры Путина с Западом. Это при всей той... И тут, как бы, причины и саморезоны для вторжения американской операции в Ираке 2003-го года, это отдельный разговор, и отнюдь не все они, как бы, имеют под собой какие-то легальные основания, и там все тоже не так просто, но, по факту, это был один из первых открытых конфликтов между Путиным и президентом Бушем, и Тони Блэром, с которыми он до этого просто обнимался и дружил, да, у всех на глазах, приглашал их в Петербург, катал на Волге, запорожцы, поил пивом, водил в Пригожинский ресторан, как мы помним, с большим удовольствием, ездил к ним в гости. А вот тут произошел этот спор, и он во многом выстроил систему своей защиты своего режима по образу и подобию Саддама Хусейновского режима, который означал, кстати, во много лет ослабление армии, я не имею в виду, что меньше им давать там танков или патронов, а именно ослабление ее как независимого какого-то центра силы путем контроля над армией с помощью Федеральной службы безопасности. А с другой стороны, это максимальное усиление спецслужб и всех сил внутренней безопасности, то есть это ФСО, ФСБ, все эти там, как там, агентства по борьбе с наркотрафиком, где он везде поставил своих людей с Следственный комитет России, где он поставил тоже своего однокурсника и бывшего руководителя ФСБ и т.д. и т.п. И мы видели не просто их усиление, да, и позволение особенно их начальникам, полковникам, а уж тем более генералам стать богатыми людьми, которые наслаждаются уровнем жизни американских миллионеров, а в том числе и сращивание это с государственной машиной. То есть мы видели, что все верные ему офицеры ФСБ, ФСО особенно, да, охранники очень быстро двигаются по карьерной лестнице и не просто становятся большими офицерами и генералами, а переходят уже в высшие эшелоны управления власти, становятся министрами, становятся губернаторами, становятся высшими чиновниками администрации президента. И это вот очень Саддама-Хусейновская система, да, вся ее цель это обеспечить максимальную охрану режима, примат вот этих спецслужб над другими центрами силы, в первую очередь, над гражданским обществом и над армией, и личную, очень высокую лояльность руководителей этих спецслужб, их среднего и высшего офицерского звена, лично ему, что их вот продвижение по службе, их материальное благополучие, успех их семей, их детей, кстати, полностью зависит от Путина. Да, он с них спрашивает, но с другой стороны, если они верно ему служат, и, соответственно, они получают и совершенно невообразимые, как мы видим, вознаграждения, карьерные, денежные. И такого рода система в течение многих лет взращивая им, сделала очень маловероятный вот какой-то силовой переворот лично против него. Ну, вот как показал и в свое время, да, я помню, многие иракские диссиденты, живущие на Западе, были совершенно в отчаянии, да, и считали, что власть Саддама Хусейна и его сыновей это навечно, там, или на многие еще десятки лет такой режим он создал, да, который на основе вот этого слияния своего режима с его спецслужбами, совершенно безжалостными, которые, помимо, естественно, пряников использовали жесточайший террор против любых, даже самых малозначительных противников. И тогда, вот помню, говорили, что единственный вариант свергнуть этого Саддама Хусейна это только если бы вот пришла Америка и приехала бы со своими танками в Багдад и свергла бы его. На что? Конечно, все отвечали, я помню, аналитики где-нибудь в 99-м или 5-м году, но это фантазия, не может быть такого, да? Где найдется такой сумасшедший американский президент, который возьмет 500 тысяч американских солдат, там, несколько авианосных групп и все это кинет в Ирак, да? Ну, и, по-своему, это было видно после того, что сказали и Буш, и Клинтон, что они не собираются заниматься сменой режима. Вот, максимум будут осуждать Саддама Хусейн на международных форумах и вводить против него санкции. В результате мы увидели, что история, она такая вещь, которая иногда поворачивается совершенно неожиданно из-за событий, которые происходят в неожиданном направлении, из-за неожиданных решений лидеров крупных держав. Поэтому, еще раз, мы не знаем, что может произойти, что я все-таки хочу еще раз подчеркнуть, что пока вот продолжается такая ситуация, как сейчас, вот эта война с Украиной, конфронтация с Западом на фоне полного фактически уничтожения любой оппозиции, как легальной, так и нелегальной, или системной, или несистемной в России, не вижу особых шансов для того, чтобы кто-то сверх Путина. Только когда он, может быть, уйдет какой-то естественным путем, начнется какая-то борьба за власть, результатом которой могут стать, может быть, какие-то кардинальные изменения серьезные во внешней политике, но этого мы знать не можем. Вообще, конечно, потрясающе интересно, друзья, и интересно очень узнать, что вы думаете о том, кто может свергнуть Путина, и действительно, кто из его окружения сейчас представляет ему наибольшую опасность, будет очень любопытно почитать, и на лайки нажимайте, очень хочется, чтобы большее количество людей увидело сегодняшнюю беседу. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. И вот о семьях и о детях мы так косвенно заговорили. Напоследок, Сергей, недавно же была назначена замминистра обороны, племянница Путина. До этого в публичном пространстве показались обе дочери, которых ранее Путин стеснялся, не признавал их, называл их эти женщины. В общем-то, в публичном пространстве на одной сцене с ним условно еще какое-то время назад мы не могли себе представить, что они будут находиться. Теперь же и дочерей в паблик вывел, одна из дочерей интервью уже давала. Теперь племянница становится замминистра обороны. Можем ли говорить о какой-то стратегии определенной? Потому что на том же Международном экономическом форуме мы видели очень много детей, представителей кремлевской верхушки. Такое чувство, как будто страну хотят, давайте не страну, государство хотят передать по наследству. Как вы думаете, с чем связано то, что Путин начал своих родственников выводить публичное пространство, назначать на какие-то должности и так далее? Это немножко такая тема, которая не является темой, которой я профессионально занимаюсь. Понятно, что исторически так сложилось, хоть двигаясь там две с половиной тысячи лет назад, что когда речь идет о вот таких авторитарных системах, где главная цель – это пролонгирование продолжения и укрепление собственной власти, особенно в рамках того, что это уже не зависит ни от каких избирателей, это всегда ведет к тому, что вот это авторитарное руководство порогается в первую очередь на людей, которые считают, что их не предадут, не сдадут, не сбросят, которым можно доверять на сто процентов, и первое, что приходит на ум всегда при такой системе – это, естественно, члены семьи, как в каком-то широком смысле, так и вполне конкретном. Ничего как бы нового это нет. Ну вот я уже говорил про Саддама Хуцейна, которого ближайшие советники были его два сына, более солидный Кусай по психопату Дай, полный, а также, естественно, у него еще были дочери, поэтому у него были, как это называется, зитья, которые, пока они были там женаты, на дочерях, естественно, становились генералами и миллионерами, но если, например, хотели развестись, то очень вырешивали шанс попасть в бассейн с крокодилами. Подобные вещи видели еще при режиме Назарбаева в Казахстане, кстати, у которого, вот и я его не зря вспоминаю, поскольку, конечно, Назарбаев известен тем, что у него были дочки в количестве трех. И проблема его была в том, что в традиционном все-таки мусульманском, хоть и не исламистском обществе, он бы и назначил, и все время, я помню, Дарига, по-моему, его самая солидная дочь была, по-моему, даже спикером парламента или была министром, очень занимала высокие должности, но в основном мы наблюдали такую картину, что дочки выходили замуж, а их мужья продвигались. Один там стал главой казахского КГБ, которая называлась КНБ, другой стал быстренько миллиардером, потом, когда дочка развелась с миллиардером, он быстро из миллиардера превратился в подследственного, там, избежавшего за границу. То есть вот такая система, ничего нового нет под луной. Да, совершенство эту систему довели, конечно, вот в Северной Корее, где просто в наглую, да, срастили какие-то азиатские, монархические, династические традиции с учением Маркса, Энгельса, Ленина, вот, которое, как мы знаем, правильно, потому что оно верно. И я как бы понимаю в данном случае еще раз Путина и всю вот ту элиту, которая вокруг него, да, которая вот полагается на своих детей, племянников, шуринов, детей и невесток, потому что еще раз при такой системе очень важно личное доверие, да, чтобы тебя не сдали, не предали, учитывая везде там вездесущая ФСБ и Следственный комитет, который всегда может кого-нибудь посадить. Смотрите судьбу Иванова и других чиновников и генералов Минобороны сейчас. И это как бы все нормально, но еще раз, такой вот режим немножко, мне кажется, его происходит такое, в этом смысле, окаменение, его сходство с каким-то поздним бурбоновским режимом, например, во Франции, да, когда полагается только на многочисленных родственников и связанных родственными узами членов аристократии, я уже слышу о каких-то родственниках, соответственно, министров и генералов ФСБ, которые совершают типа династических браков, да, там, сын министра на дочке, соответственно, генерала ФСБ, приближенного к Путину и наоборот, и так далее, но на сколько лет там была, собственно, семейная пара в высшем руководстве, да, Христиенко, по-моему, и Голикова, да, вице-премьер и министр здравоохранения, то есть, еще раз, это такая вот система в результате, еще раз, полного выхолощения, исчезновения, даже каких-то признаков демократии, избирательности, эта система, вот она работает только на таком доверии, и для такого доверия вот эта семейственность самая выгодная, тем не менее, еще раз, это как бы, как я понимаю, не решает проблему вот транзита, который может еще далеко, вот когда говорят о транзите власти, то есть, как эту власть клана Путина выковечить, это для них главная задача, еще раз, а не какая-то российская государственность, я думаю, которой они прикрываются, и такого рода задачи называют проблемы, да, потому что, хотя Россия, конечно, не Казахстан, и не Узбекистан, все-таки явно, что дочки Владимира Владимировича Путина все-таки не подходят для того, чтобы руководить Россией, наверное, это понимает он, да, он их как продвигает и может даже двинуть на какие-то там важные участки какой-нибудь там науки, медицины, или еще чего-нибудь, но это все-таки не главные центры власти в России, а проблема, как я понимаю, у Путина, что обе дочки, как бы милые девушки, не поимели себе каких-то солидных мужей, которых можно было бы как доверенное зятя, как был такой зятю, вот вспоминаем еще одну семью, которая семья, что Асада, да, там был папа, великий Хафес, большой друг Леонида Ильича Брежнева, солидный международный тяжеловес, потом у него, его преемником должен был стать его сын, Басиль, вот, который уже был генералом армии и который погиб в трагической автокатастрофе гоняя на своем Ферраре по дороге в аэропорт из Дамаска, и тогда вот этого несчастного Башара вытащили срочно из Лондона, из которого он, как мне говорили, вообще не собирался возвращаться, выучившись там на офтальмолога, и был здесь человеком совершенно не военным, быстро его забрали в армию, где он продвинулся до генерала-майора за два года, с лейтенанта, и сделали приемником, потому что уже папа чувствовал, что он под себя болеет, но вот там была система такая, что одной из дочек, например, Асада, был муж, как его назвали, Маглуб, который был действительно такой тяжеловес, и стал как бы срос, и был любимым зятем президента покойного, да, командовал практически службой безопасности, то есть был одним из важнейших силовиков Хирии, и в этом смысле мог быть теоретически даже и претендентом на престол, на президентское кресло, где-то в будущем, но он погиб из-за его взорвали повстанцы с помощью грузовика вот в здании его службы безопасности в Дамаске, где он погиб по многим своим заместителям, ну, когда началась гражданская война в Сирии, вот, у Путина такого варианта нет, как мы знаем, обе его дочки не очень там были удачливые выборы мужей, там у всех проблемы, в общем, никого там нет, и поэтому, не знаю, может он будет дожидаться каких-то своих небрачных детей, которые подрастут, каких-нибудь мальчиков, предполагаемых сыновей, предполагаемой любовницы президента, например, еще раз, меня как бы это совершенно не удивляет, но они все просто смотрят на все прошлое, да, и видят, что произошло при смене в предыдущем режиме, вот, особенно такого жесткого, полутоталитарного, персоналистского, да, и далеко ходить не надо, у нас это было, да, в 1953 году, и то, что произошло с приближенными Сталина, да, его правой руки Лаврентия и Берия, и то, что произошло с детьми Сталина, да, и с его любимым сыном, никому не вырушает какой-то радости, поэтому они пытаются все это, то, что мы видим, еще раз, не зная точно, что там внутри происходит, то, что описывал Черчилль, как борьбу бульдогов под ковром, мы видим только какие-то вот эти самые комки над ковром, и иногда вылетают какие-то кости и объекты с этой стороны, мы как бы пытаемся на этом, основании этого, анализировать, что же все-таки происходит, и в данном случае, еще раз, это всего лишь попытка консолидировать этот режим, еще его более упрочить, и обеспечить вот этому будущему передачу власти, и они ничего нового не придумывают, а действуют по лекалам вот персоналистских режимов, просто не знаю, как это сработает. Опыт показывает, что в истории России постмонархической это работало весьма плохо, поскольку нету этого никакой, на самом деле, реальной легитимации. Вот, скажем, Кимы в Южной Корее, в Северной, извините, Корее сумели создать вот такую систему, которая работает, но это, может быть, подходит к этой ментальности, которая есть, это подходит, кстати, и к ментальности зачастую на Востоке, где еще недавно были, как мы знаем, все эмиры, и короли, и там даже, когда речь идет о президентских республиках, будь то, значит, Средняя Азия или Арабский Ближний Восток, это как бы становится нормальным передачей, и то это не всегда срабатывает. Люди забывают, что одна из конкретных триггеров к восстанию против президента Мубарака была такая наглая попытка превратить его сына по прозвищу Джимми Мубарака, бизнесмена и плейбоя, проведшую большую часть жизни в самых лучших злачных местах Парижа и Лондона, в приемнике президента болеющего, Хусни Мубарака, да, скажем, египтяне вот не поняли такого, да, и учитывая то, что весь современный египетский режим был создан как раз на противовесе, противодействии, династичности, вот этому коррумпированному марокическому режиму, где все более и более слабоумные потомки какого-то великого короля или эмира, или фараона, да, занимают место на престоле, да, занимаясь кутежом, пьянками, развлечениями, пока там 90% народа живет на щите. Вот это было очень опасно. То есть, как это сработает в России непонятно, но они ничего другого пока не придумали, поэтому они идут именно по этому пути, и вряд ли результаты будут хорошими. Потрясающе интересно. Спасибо за такие развернутые ответы. Сергей Мигдаль, экс-офицер полиции Израиля, военный эксперт сегодня к нам присоединялся. Друзья, уверен, вам было так же интересно, как и мне, поэтому, пожалуйста, поставьте лайки этой беседе, пускай большее количество людей увидит наш сегодняшний разговор. До новых встреч, Сергей, благодарю вас. Спасибо вам и приветствую. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok